Девчонки, привет! Ребята, тоже привет! Всем привет! Сегодня мы с вами снова находимся на Преображенке по адресу Преображенский вал, дом 25А. Рядом с храмом это остановка Преображенской кладбища и рядом с храмом стоит вот это здание цвета Тиффани. Мы с вами в прошлый раз были в комиссионке, а сейчас мы с вами пойдем в скупку. Это очень небольшое помещение, прямо небольшая комната, но это буквально пещера Галибабы. Здесь очень много интересных предметов, и я была здесь ограниченное количество времени, но я вернусь, потому что меня заинтересовало очень многое. Ушла в этот раз без покупки, но я обещаю, я вернусь. Очень много картин, вот эта мне понравилась, про нее я цену спрашивала. Если я ничего не путаю, она стоила 2000, но для картины такого размера в такой замечательной раме, в хорошей сохранности, я уверена, что эта цена, конечно же, не высока. Основная сложность в этом магазине состоит в том, что цены не подписаны, не указаны. И про цену на каждый предмет нужно спрашивать. Как вы понимаете, это невозможно. Но Сергей оказался очень радушным хозяином, отвечал на все мои вопросы. Про некоторые предметы я спрашивала, и позже вам цены назову, но его номер телефона я оставляю в инфобоксе. Если у вас будут вопросы, если вам какой-то товар очень понравился, если вы хотите его приобрести, вы можете смело ему позвонить, либо написать на WhatsApp, он ответит на все ваши вопросы. Более того, я договорилась, я договорилась, и если вы скажете волшебное кодовое слово «Я» от Ольи, вы получите 10% скидку. Мне кажется, мелочь, но приятно. Хотела сказать, не благодарите, но можете поблагодарить. Можете. Вот этот сервиз, вернее, даже два сервиза, здесь чайный и кофейный, стоят они на подносике. И вот на эту цену я узнала, это стоит 10 тысяч за два сервиза на подносе. Красивое, легчайшее, в прекрасном состоянии. А вот это панно, это цена его 4 тысячи рублей. Вот эти старинные изображения, это палик 19 века. Цена 15 тысяч за два вот этих изображения. Как видите, предметов очень много. Глаза разбегаются, все спросить невозможно. И если вы что-то для себя увидели и не хотите почему-то спрашивать сами, вы мне напишите, что вас заинтересовало. Я, наверное, поеду снова и, может быть, про что-то спрошу более подробно, может быть, сниму что-то более подробно. Не обещаю, что это будет быстро, но вернусь я сюда точно. Вот этот фарфоровый младенец я его позже достану, возьму в руки и покажу вам более подробно. Очень много фарфоровых статуэток. Здесь есть и российские, есть и немецкие. Ну, в общем, разные. Про некоторые цены я спросила, чуть позже вам покажу. А вот здесь мне понравились вот эти картины. Это триптих. Цена этого триптиха 10 тысяч рублей. Вот эти мелкие фигурки, это Мэйсон. Про них я скажу вам позже. Вот эти чайные пары, как вот я купила в прошлой комиссионке, стоят 5 тысяч за 6 пар. Вот это блюдо цену спросила, но забыла. Сюда мы чуть позже вернемся. А вот там наверху куклы, там есть кукла-мальчик. Я хотела попросить его посмотреть поближе, забыла. Бывает такой со мной. Вот эта фигурка. Мне кажется, вот он похож на Младенца Христа. Хотя, с другой стороны, ним бы нет. Я не знаю. Ну, в общем, он мне очень понравился. Стоил он 2 тысячи. Бусы, конечно, сюда к нему не относятся. Вот хороший. И вот этот ковер, хочу обратить ваше внимание на него. Это ковер Российской империи 19 века. Ориентировочный, 1850 год. Прекрасный, чудесный. Цена его 30 тысяч. Как мне кажется, для него цена довольно бюджетная. Вот эти шкатулки по 6 тысяч. Они не очень старые. Это примерно 90-е годы прошлого века. А вот эти шкатулки старые. Они антикварные. Это 19 век. Здесь кость, черепаховый панцирь. На эти шкатулки есть документы с оценкой. И их цена за 3 шкатулки 120 тысяч. Хотя по документам одна стоит 2600 долларов. Здесь я спрашиваю про рыбку с ребятами. Полторы или там даже за тысячу можно. Вот эти вазы. Две крайние это пара. 30 тысяч за пару. И центральная это отдельно. Она тоже стоит 30 тысяч. Вот эта хозяйка Медной горы. Мне понравилась она гипсовая. Ее цена 1000 рублей. Вот статуэтки конё-горбунок. Их две. Должно быть три, но их здесь две. И вот за две статуэтки 10 тысяч. Вот эти маленькие фигурки. Дети садовника Мэйсон. 30 тысяч каждая фигурка. Если брать все, то они будут по 25. Одна. Вот это неполный сервиз. Очень красивый, немецкий. Такой, как я люблю. 15 тысяч. Очень такой сдержанный, элегантный. Вот прям для меня то, что... Олицетворение красоты, элегантности. Это Вена. 19 век. Галантные сцены. Цена 80 тысяч. Вот эти царские бокалы необыкновенной красоты 25 тысяч. А вот эти золотые бокалы по 2000 каждый. Светильник рыбка. 2000 рублей. Вот эти чайные пары. Мне очень понравились. Цвет такой у них приятный. Это 30-е годы. Это грязина. Надо было взять, посмотреть поближе. Но не взяла. И вот это старинное зеркало по цене 1000 рублей. На этом я буду заканчивать наш короткий обзор. Но мы сюда еще вернемся. Я вам обещаю. Напоминаю, что адрес магазина и телефон Сергея указаны в инфобоксе. Не стесняйтесь звонить, писать. Вам будут рады. И напоминаю, что не забывайте воспользоваться волшебным словом. Я от Ольги. Получите скидку 10%. Ну а я на этом буду с вами прощаться. До следующей встречи. И пока. Пока-пока.